Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у нас вот такое чудо в виде паркового помощника называется TIGA PARK PRO 24WD Этот аппарат полноприводный, на него идет очень много разной навески Товарищ попросил сделать здесь Он имеет ломающуюся раму И вот они шланги, которые скотчем замотали Они здесь пробились вот об этот болт Вот так вот сделано немножко Неправильно, то ли собрали, то ли такая конструкция у него Что шланги трутся об этот край и об этот болт Сейчас разберем, снимем эти шланги и увезем их на реставрацию Для начала снимаем сиденье И снимаем вот эту стойку Сиденье у него здесь вот так вот может откидываться Сейчас посмотрим, может быть даже снимать его не будем Вот такой у него двигатель стоит Заводится со стартера Возможно дело даже гораздо проще будет добраться до этих шлангов Сейчас особо разбирать не будем Найдем где они соединяются Но заднюю вот эту часть мы все равно снимем Сейчас открутим вот эти болты Инструмент диктовать не буду, потому что никому это не интересно Так, общий обзор Не получится тут снять вот эту заднюю планку С этой стороны гайки Внутри нарезана резьба А с другой стороны гайки стоят внутри Это надо всю конструкцию эту снимать, ложить, а потом уже разбирать Поэтому решил ее не трогать Сейчас снимаю бак Снял здесь хомуты оба И снял здесь крышку закрывающую декоративную Краник здесь вот с этой стороны Закрываю краник, снимаю шланг и убираю бак Вот я спереди здесь раскрутил Где фара стоит Видно штуцера Это штуцера обоих шлангов Которые идут вот у нас порванные Один и второй Верхний и нижний Это на гидравлику На навесное оборудование Вот они, они проходят И вот они идут К этому распределителю Вот он и один И вот он второй Сейчас мы их откручиваем И выдергиваем И не надо здесь ничего разбирать Единственное, вот эти болты, которые, ну, длинные Я его обрежу и коротенький закручу А здесь хомутами шланги соберу И проведу так, чтобы они здесь не терлись об этот край Сейчас откручиваю Для этого я вам белой краской пометил Верхний здесь, верхний там Потом уже этот шланг здесь же так протянем И закрутим Вот он и dikkат Все, оба шланга открутили, сейчас хомут перекушу Все, вытащил оба шланга, шланги мягенькие, будем подобного плана сейчас отдавать, переделывать Человек их замотал Изготовили шланги, вот они старые шланги, с них срезали, сняли штуцера И новой обвальцовкой на новые шланги Это топливный взял Завальцевали уже новыми трубками Вот такая вещь Шланги восстановлены Здесь даже давление 250 бар А здесь было давление Кстати, шланги были гейтсовские 3,6 120 бар было Так что здесь в два раза больше могут держать Вот так вот ребята очень удобно восстанавливают Но это дешевле получилось в три раза, чем заказывать новые оригинальные шланги Новый шланг там получается что-то 96 евро один Устанавливаем Протянул шланги Прикрутил вот этот штуцер Шланг И вот этот прикрутил нижний Верхний у нас Был на штуцере А нижний на Гайке Сейчас поставим Фару здесь закроем Здесь Снизу провел И вот сюда вывел шланги Как они и были Получается Сейчас мы их подвяжем Вот этот болт я обрезал Его Сделал Короче Он буквально там Чуть-чуть сейчас выглядывает Уже рвать не будет Ребро здесь не острое Оно крашеное И не острое Порезало не ребром, а болтом Сейчас Берем И прикручиваем Шланги На распределитель Прикручиваем Чтобы оба шланга я наживил Тот, который дальний я подтянул Теперь осталось только подтянуть Вот этот Передний шланг Он у нас идет на верхнюю Под штуцер, который Штуцер-болт Второй шланг Он нижний На цилиндре Теперь прикручиваем Распределитель Этот С корпуса масляного фильтра Обратно На кронштейн Все Шланги мы заменили Теперь все шланги возьмем И сейчас Хомутами Между собой Стянем Капроновыми Устанавливаем на место Это бак Краник я здесь закрывал Краник откроем Одеваем хомуты И зажимаем С этой стороны У нас вот такой Изгиб побольше идет Вот здесь он в отверстие Вставляется И перекидывается через бак А с другой стороны У нас здесь Отверстие снизу И нам надо там Вот так вот боком Завести его Для этого сейчас Сдвинем бак немножко Боком В дырочку его заводим В дырочку И теперь хомут этот здесь наживляем сверху барашком. Все здесь у нас стоит и с этой стороны у нас тоже стоит. Сильно до безумия тянуть не надо, здесь направляющий, главное чтоб он не болтался. Все мы его установили, шланги мы установили. Теперь мы собираем спереди. И опускаем верхнюю крышечку, наживляем. Саморезы по бокам, а сверху у нас есть болтики. Закручиваем. Заменим мы сейчас масло в двигателе. Для этого с левой стороны возле заднего колеса есть вот такой шланг с заглушкой. Мы с этого шланга снимаем хомут, сдвигаем его. И выдергиваем вот эту заглушку. И так же это сделать. И так же мы видим что это так. Делаем шланг с заглушки. И так же мы будем ездить с кем-то. И так же мы видим что это так. Это вот масло с двигателя. Давненько его не меняли, очень грязное, очень грязное. Сливаем. Все, вот слилось у нас масло. Одеваем на место заглушку и одеваем хомут на место. Смоем масло, где у нас поправо. Теперь выкручиваем щуп. Вот он щуп находится. Берем воронку и заливаем вот такое масло чемпион. Четыре цикля. Трехтактная сайт 30. Здесь где-то 1,2-1,3 литра. В одну литру мы полностью вливаем, а вторую литру мы уже будем проверять и подгонять. Дима. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну все... Заменил шланги... Поменял масло... Все работает... Все замечательно... Теперь газонокосилка будет продолжать косить дальше... Такого еще чуда не было... Очень интересно... Познавательно... На ломающейся раме... Замечательно... Стига... Я ее Тига назвал... Это не Тига... Это Стига... Интересная вещь... Ну все... На этом мы закончили... Всего вам доброго... Продолжение следует... Продолжение следует...